Баптистская Церковь Спасения Вернее богослужение мы выслушаем два стиха из 116-го псалма и помолимся. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя! Помолимся. Господи, мы так благодарны Тебе за то, что Ты дал нам возможность сегодня, в этом воскресном дне, вторично собраться в Доме молитвы. И мы желаем, чтобы Ты отверзла шумку разумению Писания, а также наполнил сердца наши Твоей благодатью, которая в Слове Твоем. Слово Твое, оно полно благодати и истины. Господи, оно не возвращается к Тебе тщетным, поэтому Ты, Господи, помоги нам иметь открытые уши, чтобы слышать Твой голос, слышать то, что Ты хочешь сказать нашим сердцам. Господи, питай нас этим хлебом небесным, а также, Господи, даруй, чтобы семена эти божественные, святые, падали на добрую почву и приносили бы плод в жизнь вечную. Господи, благослови всех участвующих в нашем собрании, благослови наших деток, благослови молодежь, благослови хор молодежный. Господи, мы желаем и посвящаем это собрание Тебе, нашему Господу, желаем, чтобы имя Твое здесь было возвеличено и прославлено. Прибудь с нами и благослови нас, Господь наш Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сын и Святой Дух. 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 Аминь. Дорогие братья и сестры, мир вам! Мне хотелось сегодня начать наше служение словами священного Писания, записанной последним пророком священным в Библии. Это книга пророка Малахии, 4 глава, 2 стих. Знаете, это мой любимый стих. Я часто его читаю, и когда бывают трудности, переживания, когда бывает что-то особенное в жизни, я читаю, вспоминаю эти слова. Книга пророка Малахии, 4 глава, 2 стих. «А для вас, благоговеюще пред именем моим, взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». «Для вас, благоговеюще пред именем моим, взойдет солнце правды». Давайте очень внимательно посмотрим на эти слова, потому что каждое слово, есть такое выражение, как «вбитый гвоздь». Это прожитое жизнью, испытанное в жизни, верою, случайной в жизни, которую переживает тот или иной человек. И вот в заключении как бы своего обращения к народу пророк Малахии, он тоже может по праву считаться пророком Нового Завета, потому что он очень много говорит об Иисусе Христе, об ожидании. И здесь тоже снова ожидание. «Для вас, для всех людей, для вас, для всех». Если мы помним слова Иисуса Христа, где он сказал Никодиму «вас для всех», то там тоже звучит «для всех придет Христос, для всех, ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, всякий». То есть все люди, без исключения, никакого нет исключения. Но есть другое. Здесь написано «для вас благоговеющих, благоговеющие пред именем моим». Что значит это слово «благоговеющие»? Это очень сильное такое слово «почитать имя Господа». Это вот так для людей относиться, чтобы были чувства, при котором человек одновременно испытывает и страх, и трепет, и волнение, и смирение, и уважение, особенно к Господу. Смотрите, какое слово, мы иногда его читаем, иногда не можем понять, что такое благоговение, но сколько в нем содержится, оно такое объемное. Здесь и трепет, и волнение, и смирение, и уважение, глубокое к Господу. Имеем ли мы такое сегодня уважение к Богу? Может быть, придя в дом молитвы, у нас есть этот трепет, есть это волнение, есть переживание, а как завтра? Как будет в нашей повседневной жизни? Как отношение к Богу? И дальше здесь идут другие слова. «Пред именем моим» – имя Господа. Имя Господа – крепкая башня, и всякий убегающий в эту башню находит утешение, находит успокоение. Он там безопасен в имени Господа. Имеем ли мы такую безопасность в Господе, чтобы мы укрылись этим именем? Я очень часто вспоминаю выражение Иова, когда его друзья утешали, и он в этом утешении не нашел для себя облегчения. Он сказал, что вот придет Господь, придет, и вот все то, что разрушено во мне, он восстановит, восстановит все это. Он утешался именем Господа. Дорогие друзья, братья и сестры, мы иногда переживаем день за днем, и в нашем переживании ничего нет такого существенного, но мы должны переживать за свои поступки, слова, как мы имеем отношение к Богу, какое оно отношение к Господу. Каждый час, в нашем возгласе, в нашей повседневной жизни, почитаем ли мы имя Господа. И в третьей главе вот этого же пророка Малахи мы читаем такие слова. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя его. Они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим. Тогда снова увидим. Много так в жизни бывает, когда верующие люди стремятся к Богу, в чем-то себе отказывают, в мирском и так далее. И когда они живут этой жизнью, они даже не чувствуют, как чувствует это мир. Они очень сильно реагируют на многие такие проявления. Мы должны почитать Господа. И когда-то снова откроется то, что мы сегодня благоговеем пред именем Господа. Благоговеть – это создать или создавать такие условия, преклоняться пред Господом и не нарушать этих условий. Вот смотрите, что пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Здесь он тоже в 4 главе говорит нам особенные такие слова с 20 стиха, 4 глава. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились так, как истинно в Иисусе». Что же мы слышали? Отложить прежний образ жизни ветхого человека из сливающего в обольстительных похотях и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости истины. Посмотрите, благоговение, оно насколько близко к нам, когда мы исполняем это слово. И он говорит сразу, «Но вы не так познали Христа». Знаете, сколько сегодня относятся к христианам, называются именем Его, но часто мы видим, нет благоговения, нет вот такого отношения, и мы говорим, «А мы познали Господа не так». Он вошел в нашу жизнь, вошел в наше сердце, Он живет в нас, Он действует в нас, и мы действуем под руководством Господа. И тогда пророк говорит, «Для вас благоговеющее пред именем моим взойдет солнце правды». Солнце правды – это Иисус Христос. Это то солнце, которое осветило и озарило всех людей. И когда люди увидели это новое учение, новый взгляд, отношение к Богу, друг к другу, и тогда Никодим приходит и говорит, «Мы видим, что все не так, как друг других. Ты не так говоришь, ты не так учишь». И Иисус увидел, этот человек нуждается в возрождении свыше. Он не нуждается, может быть, в том, в чем он спрашивает. И Христос не отвечал ему на те вопросы. Он говорил о том, в чем он нуждался. Велик Господь. И он видит каждого из нас, в чем мы нуждаемся сегодня. Мы нуждаемся в обращении к Нему. Мы нуждаемся в молитвах к Нему. Мы нуждаемся в покаянии, в своих грехах и обращении снова к Нему. Взойдет солнце правды. И тогда в этих лучах будет исцеление. Исцеление от болезни. Исцеление от различных искушений, испытаний. Исцеление во многом, в чем мы сегодня, может быть, не успеваем. Где-то нас враг настигает. Где-то в разговоре. Где-то в эмоциях. Где-то в поступках. Враг настигает и говорит, только так. Больше никак. Сегодня такой день. Так надо говорить. Так надо действовать. Но пророк Малахия говорит, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Иногда нет никакого выхода. Иногда ничего больше не остается. И остается только одно упование на Господа. Мы скажем, а что же еще? Однажды со мной был такой случай. Мы ехали с группой из нашей церкви, с одного села. Там был праздник Жатвы. В таком, знаете, приподнятом настроении. И где-то больше ста километров. Это где-то 70-80 майлов по здешним измерениям. И проезжая одно село, я вдруг вспомнил, что рядом, 10 километров, там больная сестра. Я говорю в своем автобусе, говорю, давайте мы заедем, вот посетим эту сестру. Мы заехали к этой сестре, и что мы увидели? Умирающий человек. Уже надежды никакой нет. И я думаю, что ей сказать? Она еще что-то может понимать. Последние часы и дни. И тогда я вспомнил этот стих. Для вас, благоговеющий, пред именем моим взойдет солнце правды, но исцеление будет уже в лучах его. Тогда, когда душа придет к Богу. Я попросил ее помолиться, и она молилась, просила прощения у Господа. И я видел, лучи Иисуса коснулись ее сердце. Великий трепет был на ее лице, хотя это было очень сложно. Друзья дорогие, исцеление в лучах Иисуса, оно всегда будет выше всех наших переживаний. И когда, может быть, будет последний момент жизни нашей, моей и чьей-то, мы должны видеть и чувствовать эти теплые лучи, исцеляющего солнце правды Иисуса Христа. Да благословит нас сегодня Господь на этом служении, почувствовать эти лучи. Лучи солнца, лучи любви Иисуса. Он протягивает свои руки, полные благодарности, благодати, истины каждому из нас. И нет такого человека здесь, который бы находился, которому не протягивались бы эти лучи любви. Они к детям, они к юношам, к молодежи, они к среднему возрасту, к пожилому, ко всем. И Иисус сказал, «Я для вас пришел». И Малахия говорит, «Для вас благоговеющий пред именем Моим взойдет солнце правды и исцеления». Кто сегодня нуждается в исцелении? В исцелении духовном. Когда мы будем читать дальше слова апостола Павла к Ефесской церкви в 4 главе, и там он перечисляет, в чем человек нуждается, что вы не так познали Христа, и не будет у вас в нашей жизни ни гордости, ни надменности, ни ненужных слов, ничего, ничего не будет, потому что вы не так познали Христа. Но если кто-то проникся вот ненужным чувством, вот этим чуждым огнем, сегодня есть возможность обратиться к Богу, помолиться Ему, исповедаться Ему, и исповедовать Его как своего личного спасителя и друга солнца правды Иисуса Христа. Давайте помолимся. Аминь. Аминь. Куда пойду от Духа Твоего? Такое разве, Господи, возможно? Мое с Тобою святое сисло, и наш Союз святой и непреложный. Я не могу с Тобою безусловно я останусь. Песня «Возьму ли крылья утренней зари и унисусь до края и вселенной? Ты будешь там, и Дух мой обратишь, присутствие Твое там несомненно. Куда пойду, куда убеду тебя, сикать мне идеаны, жить без тебя сикать я не могу, с тобою безусловно я останусь. Песня «Возьму ли крылья утренней зари и унисусь до края и вселенной?» Куда убеду тебя, сикать мне идеаны, жить без тебя сикать я не могу, с тобою безусловно я останусь. Песня «Возьму ли крылья утренней зари и унисусь до края и вселенной?» Песня «Возьму ли крылья утренней зари и унисусь до края и вселенной?» Песня «Возьму ли крылья утренней зари и унисусь до края и вселенной?» Песня «Возьму ли крылья утренней зари и унисусь до края и вселенной?» Сколько дней ты будешь радости иметь, Сколько дней ты будешь гости скопеть, Мы не знаем только уртеса Христов, И за ним всегда всегда борется зло. И когда вернется слово весна, С кем мы соберемся у ног Христа, И когда не будем годы считать, И не будем страдать. И когда вернется слово весна, С кем мы соберемся у ног Христа, И когда не будем годы считать, И не будем страдать. И когда вернется слово весна, И когда вернется словно Its Bij Mahomes will be with accepted, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Что оно для нас и какое оно имеет для нас значение? Очень часто, когда читаются эти слова, и когда мы читаем Слово Божие, рассматривая все моменты жизни многих мужей, мы видим, что благословение Господне, по крайней мере, на первый взгляд мы видим, что благословение Господне, оно заключается в материальном. Скажем, если рассматривать благословение Авраама, о котором написано, что и благословил его Господь, да, в Бытие 24 глава 35 стихом, то там говорится о том, что он имел много скота, он имел много слуг, много прислуги, и большое богатство в нем было, у него было. Когда мы рассматриваем, скажем, Иова, и прочитать только последнюю главу, то мы видим, что и о нем сказано, что Господь его также благословил, во много раз больше, да, и было у него все намного больше, чем он имел когда-то. Это тоже материальное благословение. Давида рассматривать, пример его жизни, тоже материальное благословение. И когда, размышляя над благословением, думается, что основное благословение Господне, это есть материальное благословение, которое Господь благословляет нас благодаря тому, что мы его дети. Но на самом деле, может, это и не так. Так, это есть вот это благословение, материальное благословение, это не что иное, как оно является бичом этого времени, бичом христианства последнего времени, потому что очень часто проповедуется во многих церквях, христиан проповедуется о том, что если ты принял Иисуса Христа, Господь тебя обязательно благословит, и ты не будешь иметь ни в чем нужды. У тебя будет хорошая жизнь, спокойная жизнь, у тебя не будет никаких материальных трудностей, и у тебя будет спокойная жизнь в Боге. Но для этого нужно начинать жертвовать, как мы прочитали из Евангелия Луки. Какой меру мерите, такой отмеряется и вам, и во многом больше дастся вам добрую, утрясенную мерою, нагнетенную и преисполненную. Но является ли это, на самом деле, благословением о том, тем благословением, о котором говорит Господь Иисус Христос? В последнее время очень часто проповедуют именно о таком благословении, которое построено на материальном, а иными словами, на плотском. Потому что большинство благословений, которые проповедуются в последнее время, это есть измерение плотского, плотскими глазами. Если мы рассматриваем благословение как материальное, то мы должны понимать, что оно присутствует только тогда, когда мы его чувствуем, только тогда, когда наше тело говорит нам, вот я слышу о благословении, или я вижу благословение, которое дает мне Господь, или я, может, чувствую, или вкушаю его благословение. Тело не может чувствовать те благословения, которые Господь благословляет духовно. Тело наше, оно нечувствительно к этому. Но очень часто Господнее благословение именно исходит из этого. Ведь если рассматривать Авраама, если рассматривать Иова, Давида, то основание там совсем другое. Не самое главное было у Давида то, что он, как только узнал о Боге и начал ему служить, и Бог его сразу благословил. То же самое не было у Авраама. Написано, что поверил он, и это вменилось ему в праведность, и благодаря этому он имел благословение. Но последствия благословения, которые основаны на материальном, то есть на словах о том, что Господь благословит нас материально, они очень плохие, отрицательные последствия. Потому что многие люди, когда приходят в церковь и слушают об этих благословениях, которых якобы Господь должен послать всякому, кто примет его, и они будут жить спокойно и жизнью, не иметь никакой нужды, они верят в это, приходят к Богу, принимают Иисуса Христа, но проходит время, и они теряют вот эту веру в Бога, потому что оно основано на материальном, на плотском. Это не есть благословение Господне, это просто иллюзия благословения, о которой многие люди говорят, что в Иисусе Христе вы будете иметь успокоение. Да, люди, может, и правильно цитируют слова, но не в том аспекте. Они цитируют о том, что вы будете иметь благословение, спокойствие вашим телам, но на самом деле Господь говорит, вы будете иметь спокойствие вашим сердцам, вашим душам будете иметь. Духовное и плотское – две разные вещи. И это приводит к тому, что люди охлаждаются, люди теряют веру в Бога, и они отпадают от Бога, потому что они надеялись на материальное благословение, на то, которое наше тело, наша плоть бы почувствовала это, но они это не получают. В них возникают вопросы, кто же нас обманул. И чаще всего они этот вопрос задают и ставят в таком ракурсе, что этот вопрос не относится к людям, а относится к тому, кто сказал эти слова. Не кто их повторил, а кто сказал. А эти слова сказал Господь. Он сказал, что благословение Господне, оно обогащает. Они не чувствуют этого, они не видят этого в своей жизни. Вместо того, чтобы иметь благословение, они имеют переживания. Вы знаете, можно говорить не о ней, а мы тоже. В нашей жизни что же так происходит? Я думаю, что каждый из нас переживал такие же самые моменты, когда, смотря на других людей, мы видели, что люди, которые не знают Бога, которые никогда не имели общения с Богом, а наоборот, даже еще хулят имя Господне своими поступками, имеют великое благословение в своей жизни. Они никогда не являются на работу, как говорит Давид в псалмах. Они хорошо живут, не знают никаких трудностей, переживаний, впоследствии они даже умирают, не испытывая никаких трудностей. А люди, которые знают Бога, они живут и в трудностях, в скербях, переживаниях, бывают в недостатке, бывают со слезами, добывая хлеб себе. И не даром псалмопевец Асав говорит, что когда я увидел это, чуть ноги мои не пошатнулись. Пошатнулись мои ноги, когда я посмотрел на это благоденствие вот этих нечестивцев. Скажите, разве в нашей жизни такое не бывало? В моей жизни бывало тоже. Я смотрел и думал, ну почему вот тот человек, который не прилагает особых стараний, который не знает о Боге, почему у него хорошо все, а мне приходится через такие трудности переходить. Почему? Ведь Бог, Он является моим Богом, Он моим Отцом. Он сказал, что Он меня благословит, но я не чувствую этого благословения, смотря на благословение Господне плотскими глазами. Но суть в том, что когда мы поменяем наш взор и будем смотреть на слова Господни духовными, то совсем по-другому получается, и совсем другая картина рисуется. И мы видим, насколько Господь нас благословил благодаря этому, благодаря тому, что мы знаем Его. И Иосаф об этом говорит. Он говорит, покуда я не вошел в храм, я тогда увидел кончину тех людей, куда они пойдут и куда я пойду. Иисус Христос очень часто после своей притчи говорил такие слова, кто имеет уши слышать, да слышит. Пророки бывало, что говорили такие слова, ухом слышать будете и не услышите, и видеть будете и не увидите. Вначале казалось, почему так? Вроде бы и зрячий, и уши имеет, и слышит, но не слышат и не видят. На самом деле, оно относится также и к благословению. Это плотские и духовные глаза. Они видят, люди видят, люди слышат, но не могут понять. Я думаю, что многие из нас эти моменты переживали. На самом деле, истоки благословения, если рассматривать их духовными глазами, они для нас очень важны. И когда мы понимаем, что на самом деле для нас благословение, о том, которое сказал Иисус Христос, что благословение Господне печали не приносит. Я извиняюсь, благословение Господне, оно обогащает и печали собой не приносит. Когда мы рассматриваем тот момент, что Господь есть наш Бог, это есть великое благословение, что мы Его знаем. Псалмопевец Давид в одном из псалмов, в 32-м псалме, в 12-м стихе, он говорит удивительные слова. «Блажен народу, у которого Господь есть Бог, племя, которое он избрал в наследие себе». Великое благословение, когда у нас Господь есть Бог. И не просто какой-то нереальный, а Бог, который нас слышит, Бог, который отвечает на наши молитвы, Бог, который видит нашу жизнь и вводит нас всегда. Это великое благословение. И хотя, что Давид в псалме своем говорил больше как об израильском народе, апостол Петр говорит о нас, о новой церкви, он говорит такие слова, 1-е псалмопевец Петра, 2-я глава, 9-м стихом. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Мы род избранный, царственное священство. Мы люди, которые знаем, что Господь есть наш Бог. Это великое благословение. Нет лучшего благословения, чем знать, что Бог есть мой Бог, и Он живой Бог. Он отвечает. И не всегда, может, это будет в материальном открыто. Но я знаю, что Бог, Он мой Бог, и Он всегда со мною. Очень важно понимать, что Авраам, Иов, Давид, в них и вот это основание было. Они знали, кто ихний Бог. Они знали, что ихний Бог есть Бог живый. И если рассматривая Авраама, я как уже говорил, он поверил, и это вменилась ему праведность, поэтому Господь его благословил. Иов, он все перенес. Он говорил, «Но я знаю, что Искупитель мой жив». Поэтому Господь его и благословил. То же самое за Давида, можно говорить, так же само. Он знал, кто его Бог. И когда он согрешил, то он в Псалме, в 50-м Псалме, он говорит, «Тебе, тебе единому согрешил я. И пред тобой сделал злое». Он знал, кому нужно обращаться. Господь за это его благословлял. Хотя, что и трудные переживания, много переживаний в жизни его было. Но он это почитал за благословение. Он считал это за благословение в своей жизни. Так же само и мы в нашей жизни. Если мы доверяемся всецело Господу Богу, и Он является нашим путеводителем, если Он с нами всегда, если Бог есть наш Господь, то это есть великое благословение для нас. Это не просто благословение, это благословение с обетованием. Об обетовании, которое дарует нам Господь, мы чуть-чуть позже поговорим. Но смотрите, одно из качеств, то, что мы знаем, что Господь есть наш Бог, и Он пребывает с нами. Если мы служим Ему, то Бог водит нас. Наша жизнь проходит под Его водительством. Он водит нас по злачным пажетям, говорит Давид в 22-м псалме. Так же само Иисус говорит, что я пастырь добрый, я знаю овец своих по имени. Как приятно знать, что Бог, который там на небесах, который небо, небес, престол и земля, подножие ног Его, Он знает каждого из нас. Он знает меня и каждого из вас по имени. Он знает каждую свою овечку. Он охраняет нас. Бог, которому мы доверили свою жизнь, Он является нашей охраной. Под сенью Его крыл мы ходим здесь на земле. Бог всегда с нами пребывает. И это есть также благословение. Это великое благословение, которое помогает нам. Даже как в псалме 22-м Давид говорит, даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Куда бы мы ни пошли, где бы мы ни были, Он с нами. Если вы помните, Давид в другом псалме, он говорит, что если я пойду на край света, если я спущусь в глубины морские, куда бы я ни пошел, ты везде со мною. Везде ты там. Господь никогда не оставляет своих детей. Он всегда пребывает с ними, где бы они ни были. Как бы ни трудно было. Казалось иногда, что все, вот здесь меня Господь оставил. Но Господь никогда никого не оставляет. Он всегда идет рядом. Мы можем оставить Его, мы можем выдернуть свою руку, но Он никогда не оставляет никого. Если вы помните обетование, последние слова, которые сказал Иисус Христос ученикам Своим. Он говорит, что идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И Он добавляет последние слова, которые очень важны для нас. Исея с вами во все дни и до скачания века. Господь всегда с нами. Господь не посылает нас и говорит, вы идите, а я вот здесь посижу. Нет. Он говорит, я с вами везде. Не переживайте. Бог знает все слова наши. Бог знает, что мы хотим сказать и что вложить в наши уста. Псалмопевец говорит, что еще слова не вышло из уст моих, но я уже, но ты уже знаешь его. Иисус Христос говорит, дает наставление ученикам и говорит, не бойтесь, когда вы будете идти, и когда вас возьмут, и вы будете предстоять перед царями, не думайте, что вам говорить. Дух Святой в вас он будет говорить. И неудивительно, если вспомнить тот пример, когда Петр и Иоанн стояли перед священниками, они говорили, кто они? Вот эти люди, которые не ученые, но так они говорят. С какой они силой говорят? Дух Святой будет говорить вместе через нас. Как прекрасно вот то благословение, которое Господь дарует для нас. Прибывая вместе с нами всегда и везде, если мы доверились Ему всецело, Он никогда нас не оставит. Он всегда будет рядом. Каждый наш шаг Он контролирует. Каждый шаг Он помогает нам его сделать, чтобы это было правильнее и для славы Его же имени. Но это благословение также для нас, и оно является с великим обетованием. обетованием обетование это является будущее. Знаете, для многих из нас будущее, ну что такое будущее для многих из нас? Скажем, если взять будущее для разбойника, который висел на кресте, Иисус Христос говорит, ныне же будешь со мной в раю. Он знал, какое у Него будущее, и Он знал, что вот будущее будет через пару часов. Сегодня же будешь со мной в раю. Скажем, для людей престарелого возраста после 80, когда их спросишь, какое ваше будущее, они говорят, ну, встретиться со Христом, потому что они ожидают уже встречи со Христом. А для молодых встреча со Христом это такая далекая-далекая встреча, и оно так в туманке, но будущее. человек не способен видеть будущее, человек способен планировать будущее, но человек способен планировать свое будущее приблизительно на год. Это максимальный срок, который мы можем запланировать, но шансов на то, что она исполнится, мы даже не можем сказать, что наши планы исполнятся в завтрашнем дне. Не знанем, проснемся ли мы или нет, как мы проснемся, будем ли мы в здравии или нет. Зачастую планируя что-то, оно меняется за несколько минут. Очень часто в моей жизни так происходит. Я думаю, что в вашей жизни тоже вы наблюдаете. Когда вы запланировали какие-то действия на следующий день, и в приходе день вы ничего не можете сделать. И бывает, что и до вечера меняются планы. Ничего удивительного в этом нет. Мы не знаем будущее. Но мы можем планировать. А Господь говорит, я даю вам будущее. Вы будете иметь жизнь вечную. Апостол Павел в своем послании к Фессалоникийцам, он удивительные слова говорит к тем людям, которые переживали за будущее. Четвертая глава с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды». Люди, которые начали скорбеть о своих родственниках или скорбели, о своих родственниках, о своих друзьях, умерших во Христе, потому что они не знали, встретятся они или нет. Апостол Павел говорит, не скорбите. Вы имеете надежду. Ваша надежда – Христос. Вы встретитесь с ними на небесах. Так апостол Павел говорит в дальнейшем. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». И 16 стих. «Потому что Сам Господь при возвещении, при голосе Архангела и труби Божьей сойдет с неба, и мертвый во Христе воскреснуть прежде, потом, и 17-й, потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе». Какое прекрасное обетование, какое прекрасное благословение знать, что мое будущее – это встреча с моими близкими и друзьями там, на облаках. Разве есть что-то высшее? Можно ли поменять вот это материальное состояние или благоденствие на вот эту вечную жизнь? Я не думаю, что это стоило бы сделать. И не даром апостол Павел, уча Тимофея, говорит, прекрасные слова. Он говорит такие слова. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Как прекрасно знать свое будущее. И как прекрасно не разочаровываться в том, что мы не имеем материального благосостояния или то, что люди имеют этого мира. Смотря на них, понимать, что мы имеем будущее и наше благословение заключается в том, что мы встретимся с Иисусом Христом на небесах. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Аминь. Что хочет Бог, если стану Его? Что мне отдать, чтобы жить для Него? Если пойду, куда Он поведет, что мне Иисусу отдать, Все Тебе, мой Господь, я отдаю, Силу всю, Дух и Бог, всю жизнь мою. Освящаю себя в службу Тебе, Так, Иисус, здоровь мне. Так, Иисус, здоровь мне. Когда я вспомню Господнюю любовь, Свет на кресте и проликую кровь, Все это сделал меня отлюбляю, Дорога Господу я. Все Тебе, мой Господь, я отдаю, Силу всю, Дух и Бог, всю жизнь мою. Посвящаю себя в службу Тебе, Так, Иисус, здоровь мне. Так, Иисус, здоровь мне. Давайте, стоя общим пением, С вами номер 1179. Скоро день, тот придет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что за день, радостный день, будет я. Нам не будет забот, И радость не пройдет, И болезни, и слез. Радость будет без конца, Будет вечная тогда. Расслабляться, я креста, Что за день, радостный день, будет я. Что за день, он придет, Как отца царей придет, Он придет из-за того, Чтобы искать тебя с собой. Будешь ты, готов, когда Встретит зла и отца. Что за день, радостный день, Будет я. Боже наш, мы так благодарны Тебе за то, что Ты по великой любви и милости Твоей давал нам сегодня утешение из слова Твоего и утреннем и вечернем служении. Всякий раз, когда подходит день воскресный, Господи, это праздник для души нашей, когда мы можем соприкоснуться с Твоими святыми божественными истинами, Господи, когда Ты говоришь нам очень важные слова из Твоего святого слова. Господи, оно имеет удивительную силу, оно не возвращается отсюда тщетным, оно выполняет то, что Ему поручено. Ты говорил через пророка слово мое, не подобно ли огню, не подобно ли молоту разбивающему скалу. Господи, мы благодарим Тебя за это слово, которое когда-то разбило наши сердца, и мы радуемся тому, что это слово совершает свою спасительную работу в наших сердцах. Господи, благодарим Тебя за слово Твое, благодарим Тебя за песнопение, за все, что мы имели здесь в собрании, за молитвы, за то, что мы можем в доме молитвы склониться и молиться Тебе нашему Господу и знать, что Ты слышишь наши молитвы. Благодарим Тебя за Твое присутствие на утреннем и вечернем служении. Мы просим, чтобы Ты благословил и те мероприятия, которые у нас будут еще после вечернего служения. Благослови нас Твоим благословением. Господи, благослови молодежное общение, благослови заседания братских церковного совета. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил семью друзей наших, которые имеют печаль и скорбь в своем сердце. Господи, будь для них утешением. Мы знаем, что мы не можем утешить так, как можешь Ты утешить, Господи. Но у Тебя есть эти утешительные слова, и поэтому Ты своим нежным прикосновением исцели их сердечные раны. Господи, благослови, расположи сердца друзей, кто может завтра поучаствовать в этом служении похоронном. Благослови это служение. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил и просьбы друзей наших. Благослови, Господи, перелет отца сестры Яны, сохрани его в пути, Господи, соделай ее радостной встречу со своими близкими там, в Молдове. Мы просим Тебя за семью наших друзей Саяпин, чтобы Ты благословил их путь и их перелет и на Украину, и обратно. Господи, пусть Твоя благодейщая рука будет над народом Твоим. Господи, мы расходиться будем с этого места, и мы просим Тебя, чтобы Ты пошел с нами по тем местам, где мы будем жить и там, где мы будем работать. Господи, сохрани наследие Твое от всякой беды, от искушений, от соблазнов, от греха. Господи, пусть Твоя благодейщая десница и рука Твоя будет над нами, над нашими детками, которые пойдут в школу, над нашей молодежью, которая пойдет в колледжи. Господи, благослови их и соблюди наши сердца ко спасению. Тебе поклоняемся, Тебя величаем, потому что достоин Ты от нас этого. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общения Духа Святого да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, братья и сестры. Приветствуйте друг другу любовь Иисуса Христа. Для подробной информации о наших церковных служениях и мероприятиях посетите нас в сети интернета по адресу www.churchofsalvation.org Да благословит вас Бог!